Нарушения в сфере государственных закупок за одним столом решили обсудить Департамент внутреннего государственного аудита и предпринимателей. Говорят, эта тема уже набила оскомину, а изменить ситуацию пока не получается. В Шымкенте по-прежнему фиксируется необоснованный возврат заявок социальных товаропроизводителей. Поддерживаются подрядчики при принятии решения, а еще у нас любят переводить деньги за невыполненную работу. Конкурс определяет победителя, предприниматель участвует, служба аудита высказывает свое мнение, конкурс отклоняется, отнимает 2-3 месяца конкурс, потом второй конкурс, другого определяет, я опять отменяю третий. И чем больше таких ситуаций, к концу года уже средства надо осваивать, о каком можно качестве говорить, объект, к примеру, который надо сделать за 2-3 месяца. У главного аудитора Шымкента своя правда говорит, конкурсы с первого раза не проходят по объективным причинам, где такое видано, что за строительство объекта берутся те, кто обещает построить его в два раза дешевле, чем просчитала все экспертиза. Буквально вчера просмотрел документы, поступившие на конкурс. Стоимость где-то 800-900 миллионов. Участник предлагает 420 миллионов тенге. Это касается строительства. Ну как, можно за половину суммы построить. Госэкспертизу все прошли. Сейчас все проходит через портал министерства, проверяет. Если к нам есть замечания, скажите. Такими встречами организаторы не собираются никого запугивать. Они хотят научить государственных служащих и предпринимателей работать в рамках закона. Сегодня то, что нам все понравилось, это то, что всех подправляют и говорят ровные ошибки, да, у кого какие производятся. Ну, в частности, тех у заказчиков и также у доставщиков. А бывают очень многие проблемы на госзакупах, ну, самих сотрудников, которые не дают неправильную спецификацию. Чтобы предотвратить подобные нарушения, теперь ответственных за проведение госзакупок и предприниматели будут обучать. Сегодня присутствующие получили ответы от специалистов на все интересующие вопросы.